Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и сегодня у нас на обзоре игрушечка под названием Simulator Starship. Мда. Сразу скажу, что это демочка, которую я случаем как-то заметил в Стиме. Собственно, я искал какие-нибудь игрушечки, связанные с космосом для наших космонавтов, и я нашел ту самую игру, о которой я всегда мечтал. Собственно, давайте вкратце вам о ней расскажу. Так. Мы играем, да, в принципе, за человека. Это симулятор, космос, изучение и много, куча чего другого будет в игре. Также в этой игре будет обязательно мультиплеер. Здесь есть достаточно большое количество звезд, которые существуют, которые изучены. Наша галактика Млечный Путь. Также планируется в игре ввести другие галактики. Есть все известные звезды, и также есть всякие различные процедурные планеты, которые мы можем посещать. Собственно, если вы думаете, что просто летаем от планеты к планете, как в том же Space Engine, нет. Здесь, ребят, по факту будет даже интересная такая штуковина под названием изучение планет и нахождение различных организмов. И даже вы не поверите, блин, вступление с ними в контакт. То есть, да, много чего обещающего. Пока что это демочка. Я обязательно добавил эту игру в список желаемого. В общем, посмотрим за ее развитием. Короче говоря, управление достаточно легкое, но, к сожалению, все на английском языке. Так, наш корабль. Давайте сразу вам покажу. Покажу наш корабль. Так, я сяду за пульт. Мы можем играть как от лица человека, так и... Вот, пожалуйста. Наш корабль Юэна. Сейф Магеллан. Да, путешественник. Итак, смотрите, сразу мы видим нашу планету Земля. Да, мы рядом с ней начали. Мы видим неподалеку в открытом космосе сразу отображение известных планет, некоторых звезд. Сириус, Плутон, Юпитер. Ну да, мы в нашей Солнечной системе. Уровней достаточно очень много на корабле. Если хотите, ссылочку я оставлю в описании. Заходите, чекайте, добавляйте в желаемое. То, что здесь достаточно много различных помещений, всяких лифтов, лабораторий, но куча всего еще пока не добавлено. Так. Это панель определенно для, короче говоря, для каждого вида сотрудника. То есть я играю за капитана, будет одиночный режим в игре и будет, я повторюсь, мультиплеер. На борту мы можем будем передвигаться с туристами. Так, ну это, собственно, меняем цвет, цвет. О май гад. Я даже испугался в нашей кабине пилота. Так, давайте посмотрим на систему. Видите, такая интерактивная панель. Сейчас мы начнем наше первое путешествие. Так, сразу скажу, что, в принципе, есть... Давайте покажу. Вот наша галактика. Позиция на ней вон там, вы видите. Пока что не добавлено несколько других функций, несколько других галактик, которых мы можем здесь искать. Так, дальше. Давайте посмотрим. Это ближайшая звездная система. Посмотрите, известные звезды. G808, звезда Барнарда, Альфа Центавра, Герри Гель Кентавр, Сириус, G5165A. Достаточно пока что мало звезд, да? И к любой из них мы можем прилететь, изучать планеты. Вернее, пока подлетать и смотреть на них. Так, это мы увеличиваем. Посмотрите на это изобилие звезд. Каждый из них мы сможем прилететь. И войти в контакт, если там кто-то будет, да. Так, ну и в принципе звездная система. Так, наша солнечная система. Так, звезда Меркурия и Венера. Здесь есть справа описание. Так, куда мы первый полет с вами сделаем, я даже не знаю. Ну, давайте, наверное, к Юпитеру. Так, выбираем Юпитер. Сканируем. И задаем координаты в пульт управления. Нажимаем Send to Helm. Идем за панель управления кораблем. Кстати, здесь мы можем и вручную управлять кораблем. Но это достаточно тяжело. Мы можем промахнуться в позиции, куда мы с вами отправимся. Так, здесь также три панели. Это управление кораблем, ускорение, различные показатели. Можете максимально выставить скорость, которую вам надо. Там один световой год в секунду, 20, без разницы. Здесь можете вводить свои координаты, которые вам нужны. Если вы их, конечно, знаете. Итак, выставляем координаты и ставим наш корабль на автопилот. Нажимаем Автопилотирование. И, по идее, наш корабль сейчас должен направиться на Юпитер. Так, скорость я не буду выставлять, пускай все будет автоматически. Я просто запускаю двигателя. Давайте посмотрим, с какой скоростью мы начинаем. Так, я вижу, скорость растет, 5 тысяч, 12 тысяч километров в секунду. 80, 112, 200. Ох, е-мое, посмотрите на эту колоссальную скорость. Так, от Солнца мы отдаляемся. Вот мы пролетаем наше Солнце. И сейчас, по идее, мы должны пролететь к Юпитеру. Спутников, к сожалению, по-моему, здесь нету. Мы не можем посещать Луны. Но мы прилетели к Юпитеру. Качество картинки, в принципе, в игре пока что мне нравится. Но хотелось бы графические улучшения. Так, мы затормозились. Давайте посмотрим. Вот он, большой газовый гигант и его знаменитое красное пятно. Но невероятно. Невероятно. Да, повторюсь, есть также различные звезды. Есть различные туманности. По крайней мере, на которые, вроде бы, мы можем с вами путешествовать. Давайте в автоматическом режиме попробуем поуправлять кораблем. Так. Здесь есть, в принципе, вот эта вот панель. Где мы можем пикать левой кнопкой мыши, управлять кораблем. Но мне как-то стрелочками вверх-вниз, вправо-влево удобнее управлять. Так. Поставлю я скорость, наверное, ну давайте в 10%, сколько это будет. Так, сейчас посмотрим. 79 километров в секунду. Это маловато, конечно. Но, тем не менее, подлететь к планете ближе мы сможем. Так. Остановим двигателя. Останавливаем двигателя. Давайте пролетим в какую-нибудь звездную систему. Я не знаю, в другую. Так. Уран, Нептун. Давайте Сатурн посетим, а потом уже слетаем в какую-нибудь другую. Ну, в звездную систему, да. Где у нас панель поиска? Вот она. Так. Садимся. Так. Сатурн выбираем. Сканируем. Задаем координаты. Вбиваем наш бортовой компьютер. Садимся за управлением. Так. Выставлено правильно. В принципе, можно нажать автопилот. И сейчас мы отправимся прямо к Сатурну. Запускаем двигатель. Мы выровнялись. Вперед. Чувствуете, да? Слышали, как стартует корабль? Невероятно. Давайте посмотрим снаружи. Скорость запредельно огромная. Посмотрите, как свет распространяется. Мы летим быстрее в скорости света. Я даже не знаю, там цифры такие огромные. Можем где-нибудь заранее тормознуть корабль. Давайте вот тут остановимся. Не будем вплотную подлетать. Близко. Торможение. Кстати, да. Обратите внимание. Какие-то планеты уже начинают отображаться. Чем дальше мы покидаем солнечную систему? Можно подлететь поближе. Давайте зададим повыше скорость. Поуправляем кораблем сами. Можно ее, кстати, даже увеличивать, по-моему. Да. Главное не промахнуться. Я хочу подлететь намного ближе к кольцам. Еще выше. Невероятно красиво. Наверное, пора тормозиться, я думаю. Вот так. Остановимся здесь. Чуть-чуть дадим влево кораблю. Развернем. Поворачиваем. Аккуратно. Все. Ставим прямо. Пойдет. Ну вот так. Посмотрите. Впереди Сатурн. Кто бы мог подумать, да? Что такое путешествие будет возможно когда-нибудь. Невероятно. Я думаю, что эта игрушечка, когда выйдет в стиме, я обязательно буду ее выпускать так же с сериями, как Space Engine. Если вы хотите этого, прямо сейчас пишите. Будем ждать. Так. Давайте посмотрим. Звездную систему. Так. Вот видите. Галактика. Да. То есть мы видим нашу галактику. На сенсорах. Но мы не видим пока что каких-то добавленных, не знаю, каких-нибудь, блин, туманностей, звездных скоплений, куда бы мы смогли бы слетать. Видите, пока нету этого, да. Так. Звездная система. Давайте посмотрим. Ну, что-нибудь самое известное. Почему бы нам не слетать к звезде Барнарда? Так. Ммм. А вот это вот интересно. Звезды различного класса также есть. Черные дыры. Нифига себе. Сириус. Звезды А класса пока тоже не добавлены. Ф класс. Джи класс. Альфа Центавра. К класс. М класс. Блин, невероятно. Вульф 359. Ладно, давайте к звезде Барнарда. Как далеко до нее лететь? Так, уменьшим. Я не вижу ее. Ну-ка. А вот она. То есть. Ну, не так уж и далеко, как можно было бы подумать. И посмотрите, мы сразу же видим, что у этой звезды есть определенная планета, и мы можем даже к ней прилететь. Невероятно, да? Согласись. Так, выбираем саму звезду, а потом можно к какой-нибудь планете. Так, мы видим, что есть у нас три планеты. То есть у звезды Барнарда три планеты с поверхностью. И также каких-то два газовых гиганта. Блин, это классно. Это вообще офигенно. Тут можно прочекать еще. Так. Сканируем. Да. Даже у Вульф 359. Ну-ка, звезда G65A. Сканируем. Есть также какая-то планета. Звезда Лаланда. Сканируем. Только один газовый гигант. Ну, давайте к звезде Барнарда, короче, сгоняем. Сканируем. Ну и выставляем. Поехали. Я думаю, это будет очень быстрый полет. Так. Вроде бы все. Запускаем двигателем. За тысячу световых лет, обратите внимание, сколько будет наш полет составлять. Ну, достаточно быстро. Скорость 2 миллиона 629 тысяч километров в секунду. Это же невероятно. Да, будет прикольно, если вы играете в мультиплеере, что-то нужно будет постоянно чинить, понадобятся медики, какие-то опыты проводить, выращивать растения на корабле. Вы можете просто на меньшую скорость поставить, спокойно лететь в течение полчаса, ходить себе дела делать какие-нибудь. Приготовить пару бутербродов. Придете, и вы уже у планеты. И уже тогда просто ищите контакты, изучайте и все прочее. Блин. Пока что это такой ранний данный этап этой игры. Так, ну, у меня все максимально. Мы должны, в принципе, сейчас подлететь. Я надеюсь, я не ослепну. Мы, наверное, заранее как-нибудь попробуем оттормозиться. 27 секунд. Можно управлять вручную. Можно все это отключить. Дневные объекты. Так. А, ну это отключает все видимые объекты. Я понял. Все лишнее, чтобы оно не мешалось вам на панели. Звезда Барнарда. Мы близко. Смотрите сразу, видите, планеты. Ближайшие два газового гиганта и три планеты. Так, стоп, 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 стоп. Тормозимся, тормозимся. Ну, мы почти подлетели. Ну, ладно. Давайте вплотную. Очень будет ярко. Говорю сразу. Кстати, если здесь подлететь к звезде прямо вплотную, то невероятно это смотрится. Просто невероятно. О-май-гад. Хорошо, что у нас корабль очень защищен. Посмотрите. Офигенно. Мы у звезды Барнарда. Блин, было бы классно, если бы был бы какой-то щит закрыть и посмотреть это. Все, знаете, через тонировку какую-нибудь. Так, ладно. Давайте посмотрим звезда Барнарда. Мы можем посмотреть ее систему. Я хочу посмотреть ее систему. Так. Star System. Правильно? Нет, это, наверное, все-таки... Ну-ка. Да-да-да. Вот она система. Мы у звезды. И посмотрите. Три планеты. Так. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Давайте на... Наверное, на первую. Что у нас там по информации о ней? Масса, скорость, радиус. Так. Возраст, температура. Блин. Это же классно. Возраст. Ага. Жалко, здесь не пишется, что есть примерно, что может быть на планете. По Кельвину. Так. Это слишком, мне кажется, жаркая планета. Может быть, там, наверное, даже ничего не найдем. Вот это вот, посмотрите. Среда обитания не такая уж и грозная. Так. 17 градусов по Цельсию. Ммм. Ммм. Давайте к ней, наверное, слетаем. Возможно, там есть жизнь. Там будет когда-нибудь в будущем игры контакт. Так, выставляем координаты на автопилот. Невероятно классно. Старт. А, я же не запустил двигатель. Полетели. Просто полетели в дальний путь. Причем, игрушка настолько нетребовательна, блин. Вот и планета. Тормозимся. Интересно, каким образом в будущем надо будет изучать и находить различные контакты. Блин. Здесь, кстати, есть общий чат. О, вот, как-то так. Давайте максимально близко попробуем сами сейчас подлететь. Прямо двигатель, включаем, запускаем. Интересно, мы можем разбиться? Блин, прорисовка так же классная на планете, посмотрите. Облака, какие-то горы, даже вот отсюда уже видно. Будет вхождение в атмосферу, если она здесь есть. Но вообще, по сути, должна быть. Замедлим корабль. Давайте перевернем его в правую сторону. Выровняем, вернее. Еще выравниваем. Блин. Это же круто, посмотрите. Мы, походу, вошли уже в атмосферу. О, понимаю, да, это еще не проработано. Мы просто пролетели сквозь планету, походу. Или даже мы уже можно на ней сказать. Окей. Я думаю, что здесь есть еще одна скрытая панель, которая, к сожалению, не работает еще. Вот это вот. Это, наверное, панель управления, где нужно что-то изучать, включать какие-то сканеры, датчики. Видите, да, это пока не работает. А это панель простого осветителя. Ой-ой-ой. Все. Все, все, все. О, смотрите, мы вылетаем с поверхности. Да, все-таки здесь немножко оно есть. Мы только что пролетали сквозь облака, но кривовато все-таки работает. Надо как-то... Короче, надо будет ждать, когда это все будет финальным этапом. Мы будем пролетать низко над планетой. Возможно, даже, блин, садится на поверхность. Блин, это так офигенно. Это просто бомбезно. Невероятно, как же я давно ждал примерно игрушку такую, которая вот эта. То есть, да, мы входим вроде бы в атмосферу. Нижний слой облаков. Оттормози маленько. Кинем скорость. А вот и поверхность, да. Ну вот она же, да. Но она не прорисовывается пока что. Смотрите. Можно здесь застопориться. Давайте остановим корабль прямо здесь. Над поверхностью планеты. Ну-ка. Ого. Обратите внимание, классно, да? Да, я думаю, что это в конце концов когда-нибудь все доделается, переделается. И это будет еще одна игра. Собственно, изучение путешествия космическое. То же самое, как Space Engine. В общем, если понравилось, обязательно палец вверх. Все ссылочки в описании. Если хотите, короче, снимем еще одну серию. Пока демо-версия доступна. Все. Короче, всем новых открытий и космических путешествий. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok